Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Святослав Гуляев, и сегодня я вам представляю очередную ретроспективу моей выставки, которая проходила в Центральном доме журналиста на Арбатской площади. Ее посетило множество уважаемых людей, включая делегацию из прославленного металлургического завода «Кольчуг цвет мед» вместе с ее генеральным директором, господином Мочиловым и его супругой. Выставка проходила в лучших залах Центрального дома журналиста. На ней выставлялось более 50 картин, которые я сделал за последний год. Это был 2002 год февраля. Также выставку посетили видные деятели искусства, культуры, кинорежиссер Эмиль Латяну, который снимал фильм «Мы ласковый, нежный зверь, и табор уходит в небо». Архиепископ Марк И другие уважаемые мной люди. Я желаю вам приятного просмотра. Архиепископ Марк 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 Выставку посетил также очень уважаемый мной советник по культуре из Китайской Народной Республики, из посольства КНР Пан Ли. Ну, такая, возможно, театралка на фоне Мариинского театра для лицов, и девушка сюда приедет. Ну, она очень, может быть, с поверхности холма, ну, поэтому так и называется, в горе стоит, я насчитал... Удачи! Схвачем ее! Спасибо! Здравствуйте! 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 Очень приятно! Вот, сегодня тут новая картина выставка, и выставка. Имеет знак, который выражается, в том смысле, что презентуется... Имеет знак, который выставка. Здравствуйте! 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 Имеет знак, который выразился на фоне Мариинском... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 потому что выставка уже работает, но своеобразное представление и автора, и гостей наших, и в первую очередь, наверное, тех замечательных людей, которые запечатлены на полотнах Святослава Гуляева. А я бы хотел, чтобы наш небольшой импровизированный, торжественный момент. Потому что, понимаете, здесь много людей, о которых мы слышим, востребовано. И то участие, которое принимает организация вот такой выставки, как Святослава Гуляева, это очень и очень отравно и очень хороший симптом. Потому что, понимаете, если люди, занимающиеся искусством, будут невостребованы, не будут узнаваемы, не будут чтимы, то очень трудно будет жить и в политической жизни, и в экономической, и в общественной. Мы должны обязательно все быть вместе. По идее, по нашему какому-то национальному достоинству, по политическому учению, все мы должны объединять, и тогда эти художники... ...все, что мы чувствуем про наших людей. Она подражается и с теми, и с теми, и с тех, кто работает в роде искусства, и с тем, и с тем, и с тем, и с тем. И вот то, что у нас еще есть, это должно быть хранится, должно быть стоято. Ну вот это общественная организация, которая в Москве существует в операции. Я хочу представить и Леониду Владимировича Шибаршина, генерал-лейтенанта, и Игоря Сергеевича Кисуненко, членом нашего клуба, и Юрия Александровича Голубийского, хочу представить. И наш большой друг, Игорь Владимирович Латянов, народная артистка. Это Слав и портрет Николая Ивановича, где-то пройдет монументальность, который не подлежит какому государственному деятелю. Но обратите внимание портрет академика Ольга, не только академика, но и помощника академика. То есть мало... ...сознажемый... Ну вот, и мы еще предоставим слово тем людям, которые имеют непосредственное отношение к этим работам. Но я бы хотел прежде... Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня вы пришли сюда. Они отсеивают. Но я-то знаю, что здесь собрались люди, только в которых самые чистые намерения. Вообще, я хотел бы, чтобы всегда у меня была идея безопасить как-то и собирать хороших людей в каких-то местах, где они могли бы испытывать что-то тоже приятное. Немного перед тем, как я поблагодарю, я хотел бы сказать, что из себя представляли картины, которые я написал. Картины, которые здесь выставлены, показывают на вашу судьбу. Это картины последнего года. И что именно такие люди в лице Дягилева век назад просвещали искусство. И все, что, о чем сейчас написано в книгах, в учебниках, о чем знают тысячи, сотни, миллионы, делали именно такие люди, которые вывозили и делали за рубежом и в России русские сезоны в Париже. И первой приемной оказалась книжинской. Я очень благодарю посольство Китая. Спасибо. 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 26 октября прошлого года состоялось первое обучение этих премий, вовля. Прошло оно, на мой взгляд, очень интересно. Хотите сказать, как специалиста, несколько слов по поводу сегодняшнего нашего года, и как членов Смирного совета. Художника, тем более молодого. Это событие, большое, это этап, это самоощущение, коллекция. В общем-то, это то, без чего художник и, в принципе, не жил. Возможно, это то, что политик, не тянется. Я показываю его своим внутренним ощущением и для всех нас. И знаем мы этих людей, и знаем. Нам всегда это интересно. И если не знаем, то познакомиться. Если знаем, то опять-таки удостовериться и с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»